Здорово. Здорово. А ты что на машине? Ну вот так. Решил все-таки забрать. И у меня есть знакомый один. Я думаю, давай, наверное, к нему доедем. Да, привет. Это кто? Смысль твоя? Че-че-че. Я приеду! Я приеду! По-моему, там чувак, который с катаной был. Да, это он и есть, слушай. Гриба, сейчас, знаешь, Триляма, я тебе даю 15 минут. Ты меня еще не понял, а? Да я понял, понял. Блядь, да погоди, типа это... Сокровый рот сказал, ну-ка, выруби его. Эй, я тебе сказал, 15 минут и все. Давай. Ребят, ну-ка, ну-ка, выруби. Фиг, стой, блядь. Стой, 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 нахуй. Стой, стой, стой. Че ты... Ебать, я стряну, если будешь лижу, сходить. Постой, постой. Эй, друзья, знаете, как я провожу свое свободное время? Я играю в GTA Криминальную Россию на пятом сервере проекта Radmir Roleplay. Если хотите, присоединяйтесь ко мне. На сервере вы сможете пройти путь от бездомного приезжего до самого уважаемого человека в стране. Реализуйте своего персонажа таким, каким хотите видеть его именно вы, и пройдите путь до самых вершин карьерной лестницы, став главой структуры, или одержите победу на выборах и станьте президентом. Также на сервере недавно произошло обновление, и было добавлено 30 новых автомобилей, крутой тюнинг и голосовой чат. Кстати, не забывайте вводить мой промокод, и при отыгровке 5 часов вы получите 60 тысяч игровых рублей. Это отличный старт, поэтому быстрее взлетайте ко мне в игру, пишите свой ник в комментариях, возможно, мы с вами пересекемся в игре. Короче, все ссылочки и промокод будут в описании. Друзья, всем привет! В прошлом видео мы узнали о том, что нас разыскивают банды безоружных. Они называют себя так не потому, что они не используют вообще никакого оружия, а потому, что они не используют именно стрелковое оружие, никаких автоматов, пистолетов и так далее. Однако биты, кастеты, мечи, все это у них постоянно при себе. Многие не понимают, о чем идет речь, и все потому, что предыдущий ролик с моего основного канала был удален. Поэтому некоторые из вас просто его не видели, и я оставлю ссылочку в описании на свой второй канал, там я сделал перезалив этого ролика, можете перейти, посмотреть, если вы его еще не видели. И также подписаться на мой второй канал, потому что там теперь тоже будут регулярно выходить видео. Короче, по поводу этой банды. Сейчас я еду на встречу с Иваном, это с тем самым бандитом, который требовал с нас 3 миллиона, но нам, к сожалению, сейчас пришлось с ним объединиться, потому что у нас нет другого выхода, потому что как бы эта банда разыскивает и его, и меня. В общем, я сейчас уже буду выезжать, но вы подпишитесь на канал, поставьте лайк, давайте 30 тысяч лайков, и выходит новое видео. И желаю вам всем приятного просмотра. Ну, вот, ребят, походу он уже едет. Только на машине почему-то, причем на своей. Окей, что-то как-то странно, она же вроде как бы у него купирована была. Здорово. Здорово. А ты что на машине? Ну, вот так, решил все-таки забрать. А как забрал, не опасно был? Ну, знаешь, просто знакомые были, короче, позвонил, они на эвакуаторе катаются. Ага, ребят, там, придумайте схему. Ну, и они, как в неположенном месте, забрали, привезли мне. Денежку я им отдал, конечно. А на хату не появляешься, да, пока на свою? Нет, ты что, ее обложили там вообще конкретно, потому что я еще хотел вернуться один разок. Кто подъехал на такси, буквально вот, когда я был, буквально дня два назад. А там они до сих пор стоят на тачке, вся она тонирована, там, прям, ну, сразу было видно, что они же. Короче, выпаливает, да? Да, на этот парни приехали на эвакуаторе, погрузили быстренько. Сюда мне ее привезли, я все это забрал, буквально. Так, что делать-то, короче, будем тогда. Смотри, у меня есть знакомый один. Я думаю, давай, наверное, к нему доедем. А чем он поможет? Ну, я думаю, он нам поможет решить эту проблему. А, то есть он какую-то связь имеет, да, с этими парнями? Да, все это хорошее просто есть, я думаю, может, доедем сейчас до него. Он, правда, за городом доходится, то есть не в черте, за городом. Доедем до него, может, он нам что-то поможет. Ну, давай, это у нас теперь один фиг проблем с тобой на двоих отделились, получается. Что это вообще за чувак-то? Ну, вообще, мой старый знакомый, и он этих людей, я понял, с ним уже тоже делаем мелко, с ним поближе общается. Я думаю, он должен нам помочь в этом деле. Ну, он с ним хорошо общается, ты имеешь в виду? Ну, да, потому что, я говорю, был случай, там тоже такая не очень была ситуация. И они как бы, то есть не то, что ска решились, а намного лучше общаются, чем вот кто-либо другой. Появляем, надеяться чисто на то, что... Да, на то, что повезет. Угу. Потому что, я думаю, он с ним поговорит. Разговор у них состоит 100%. Потому что, я говорю, он знает его хорошо. Думаю, они поговорят, решают этот вопрос хоть как-нибудь. Пусть... Знаешь, Саня, я что думаю? Че? Давай, на всякий случай, все тоже, да? О! Ну, мало ли, да, но у меня есть с собой еще один. Мало ли, что, пусть это тоже будет? Ну, окей. Потому что, малая ситуация будет. Ну, да, ствол сейчас пригодится с последним событиями, когда раз подрезали тогда. Потому что, всякое может быть. Я, раз машину, нужно спрятал тоже, чтобы ее не палить особо. Я вообще, типа, не знал, что ты эту заберешь, тоже не думал. Ну, я-то тебе говорил, просто позвонил, говорю. Даже за... Твоя? Да. Алло. Здорово, друзья. Да, привет. Мы тебя увидим. Смысль твоя... Че, че, че. Че? Сейчас координаты скину. Слушай. Я не знаю, что происходит. Кто это с людьми, мне очень страшно. Спаси меня, пожалуйста. Я приеду. Я приеду. Ебать, че, парень скину. Давай, сейчас координаты скину. Верни. Верни сестру. Бля, чего, блядь, он толкнул, твоя сестра у него? Да. Бля, ну как так-то, а? Ну, почему именно сейчас? Че ее забрали? Че им надо от нее? Ну, я не понимаю. Какие координаты они скинули? Короче, где вектор на трассе. Я понял, это место. Я уже не один раз выезжал. Ага. Сейчас туда доедем. Пока написал смску, типа, приезжай, поговорим. Короче, пока не буду никому звонить, да? Нет, давай пока не будем. Написал, типа, приезжай, поговорим. Ну, что мы сейчас доедем? В принципе, ствол есть. Ствол есть, да. Сейчас что-нибудь придумаем. Поаккуратнее, как на десне, что-то будет. Смотри, короче, здесь поворот, здесь. Так, ну, получается, вот завязанная фотоцесса. Да, ну, все, да, подожди, да, вот здесь сейчас. Поворот налял, где-то. Он сам первый поворот налял здесь. Ну, если он хочет поговорить, конечно. Но он мог специально так сказать с другой стороны. Да ты понимаешь, ладно, поговорить просто, да. Вот был ворота. Просто без страсти, он меняет. Самый сам. Феров, что они узнали, да. Хотя они, наверное, знали, да, про твою сестру изначально? Вон, смотри, две машины стоят. Да, две машины. По-моему, там чувак, который скотаный был. Да, это он и есть, слушай. Помнишь, банда безоружья? Там твоя сестра, да? Вот, походу, это они. Слушай, ну, давай быстренько сейчас завернуть здесь? А зачем? А мало ли. Давай к нам. Думаешь, сама тут придется? Да. Песк. Да, не вручь, покой, себя ведут. Бля, это радует. Если бы хотели нас положить, сейчас бы уже положили. Ну, они сестру держат, а не без вопроса. Аккуратно, сейчас, погоди, погоди секунду. Телефон не нахер не не видят. Телефон возьмут? На всякий случай, да. Ставал не забудь. Такую фигню. Пригодится очень. Если вдруг чего. Потому что камеру могут такую разбить. Так ствол над спрятать, да? Чтобы полить его сразу. Да, уберем, наверное, в карманы сможешь как-нибудь. Чтобы его вообще не видно было. Здорово. Отпусти, сестров. Здравствуй, дружище. Привет. Здорово. Не вот, ты моих три лямы пустил. Короче, бабки сейчас. И она твоя. Нет? То я вообще здесь закопаю вместе с вами. Давай решим вопрос по другому. Как ты решишь? У нас сейчас нет денег. Сейчас нет денег. Сейчас, наверное, денег. Ты мне уже задолжал надолго. Да я знаю. Я понимаю, это все прекрасно. Но давай решим как-нибудь. Потому что реально денег нет. Нет, пойми. Я не понял. Ты с кем сейчас разговариваешь вообще-то? Понимаешь это? Да. Ну вот, а что ты меня сейчас стираешь? Погоди, у нас, может, есть какие-нибудь другие варианты? Какие варианты? Он и так до хрена должен был уже. Короче, диалог с тобой, блин, надоел. Ты либо сейчас выставишь триллиану, я тебе даю 15 минут. Либо ты сам знаешь, что будет. Ну, Иван, понимаешь, я не могу еще никак поставить деньги, но пойму. Я что-то не понял. Ты меня еще не понял, а? Я понял, понял. Бляд, да погоди, типа это... Закрой рот, сказал, ну-ка выруби его. Эй, стой, блядь, стой. Стой, 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 пацаны. На. Давайте, блядь, поговорим нахуй. Так что давай, деньги сюда. Понимаешь, я не могу найти, 15 минут мне даже не хватит, но какие-то давай, че-то с притомом... Звони кому хочешь, ищи! Роди! Я не знаю, что ты с ними будешь делать. У меня просто никаких сейчас вариантов даже нет. Какие тебе варианты? Я тебе сказал, 15 минут и все. Давай, я че-то... Ребят! Я стой, ну-ка, блядь, выруби! Фиг, стой, блядь! Стой, 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 нахуй! Ребище, стой! Че ты... Ебать, я стрельну, если будешь ближе подходить. Постой! Давай успокойтесь. Тихо, блядь, убери биту, убери биту. Биту убери, говорю, блядь, я сейчас стрельну. Блядь, мне пох... Все? Да, блядь, мне похуй, у меня ствол сейчас есть. И сейчас у меня, блядь, оружие. Отпускай стру. Отпускай стру. Уйди назад, блядь, туда убежал, ушел. Отходите, блядь, назад. Договор будет короткий, ребят. Че? Знаешь, че? Как решаем вопрос? А знаешь, как мы решаем? Как? Прыгай в тачку, поехали. В какую? Давай в черную. Не подходи, нахуй. Ты тоже. Поехали. Закираю в тачку-то сел, все, моя. Блядь, ребят, зачем я сел в эту машину, я что-то не понял. Он сказал мне, типа, садись. Я просто тупо сел, я даже не подумал сейчас, что я сделал. Блядь, зачем я это сделал, я не понимаю. Сейчас уже нету выхода обратно идти. Они там стоят. Блядь, что я? Я просто не понимаю, ребят, что я наделал сейчас. Сестру его отпустили. Мне кажется, мы вляпали сейчас еще в бороство, в большие проблемы. Зачем я это сделал? Куда мне теперь эту машину девать? Блядь, взять просто. Что-то я не понял, зачем он солярик-то я взял? Он понимает, что они на все равно будут тускать, надо с них хоть что-то, но поиметь. А что мы поимеем? Они на все равно будут тускать? Блядь, а что с ней делал-то теперь? Я не берем просто в этом смысл. Я сейчас дам номер, наберу чувачку, отвезешь его в машину. Машину он тебе сто процентов заберет, даст некое количество, там, денежку. Снажешь себе их, если чем, потому что я пока не нуждаюсь. Нет, не по сути, эти проблемы не нужны, хотя... Просто довезешь, скринишь и все, больше ничего не надо будет. Он тебе денежку отдаст. Так а что делать, они у нас сейчас еще больше по-любому злы будут? Теперь они тоже с нами разговаривают, нихера не будут в следующий раз. Это сто процентов, я понимаю, что это... Давай сначала, пока вопрос с тачкой решим, номер я тебе дам. Давай еще раз узнаем насчет них. Может, сейчас у меня моя сестра что-то расскажет? А к твоему чуваку мы можем сейчас поехать? Насчет чувака, да, давай, ты тачку наш сначала скинешь. Ну, да, 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 так безопасно. И мы с тобой доедем сразу до него и будем решать с этим вопросом. Давай. А что случилось вообще, расскажи? Я в шоке иду утром, сам знает, что я рано покажу на работу, еще темно, током иду, такая все, как всегда, все спокойно. Тут не с хрена, просто машина подъезжает, черная еще, к тому же. И вот это вот солярис, да? Да, вот солярис, который, да. И в итоге я такая, такая не поняла вообще, что произошло. Резко выбегает пацан, меня просто забылся по башке мне и затаскивает. Я вообще в панике, что делать, ничего не понимаю. И тут уже, когда он начал занять, я хотя бы умение уже врубил, что происходит. Ну и то, блин, не ссоро. А ты не видела, куда вы ехали? Ничего я не могла определить, куда вы ехали? Да, тачка тонирована, там деревья, не деревья, не знаю, что-то, ну, горизонт какой-то, только лишь, и все. Ну, там они издевались, тебя не пытали, ничего? Ну, нет, ну, конечно, они сидели такие, типа, блядь, крутые, дохрена, не знаю. Не знаю, не так. Да, он ствола, они испугались, у них не было, походу, с собой. Или, может быть, был, но они испугались, что я решка. Да не, поможем, мы, так говорили, у них банк безоруживания, все даже безоруживания есть. Точно, они сюда либо биты у них стоят такой, холодно все, а у них есть слабость в этом, конечно. Короче, давай звонить на своему другу, сейчас я повезу ему машину, довожу машину, там, как решаем, но он точно меня нормально примет, он будет ничего нет. Ну, сто процентов мой старый знакомый, он их на разбор берет, то есть он сто процентов. Ну, ты ему наберешь, скажешь, что я подъеду, там уже чуть-чуть. Да, без проблем, я ему взляхну, скажу все, решим этот вопрос. В общем, я повез-то тачку сейчас, наберешь, когда скинешься я, я за тобой и езжу другу. Все, идет, давай. Так, да, не прощаемся пока, не знаю, потому что сейчас вы будете. Да, и я домой сейчас отвезу пока. Все, да, давай, удача. Все нормально, все. Ствол у меня остался, оставляю пока. Взми, да, пригодится. Ладно, я тебе говорю. Ребят, просто случилась конченная херня. В общем, отвожу машину и дальше мы уже едем к тому чуваку, потому что у нас реально, походу, начались большие проблемы. Мне кажется, я, конечно, зря во все это полез, но не знаю, был ли у меня выход или нет. В общем, пора ехать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова